В северском районе в минувшие выходные ливень потопил придомовые территории двух населенных пунктов. По официальным данным района дежурно-диспетчерской службы в селе Шабановское в результате непогоды и выхода из берегов реки Ишепш потоплено 40 придомовых территорий. Пять человек были эвакуированы на безопасное расстояние. 16 домовладений от стихии пострадали в селе Тхамаха. Затоплен был автомобильный мост из станицы Григорьевской. При необходимости жители переправляли на лодки силами северского аварийно-спасательного отряда. Всего в ликвидации стихии задействовали 49 человек и 15 единиц техники. Для обхода по обследованию домовладений привлекли 30 человек. В северском районе прошли выборы глав черноморского и михайловского поселений. Наша съемочная группа побывала на нескольких избирательных участках. Вся процедура выборов проходила строго по правилам. Здесь же дежурили сотрудники полиции и наблюдатели. В черноморском поселении жители уверены, что на выборы нужно ходить. Это событие определяет дальнейшую жизнь. А само участие в выборах – показатель того, что человеку небезразличны происходящие события в поселении. За все, за все хорошее, чтобы в поселке был порядок, культура. Свой долг отдаем поселку. На избирательный участок я пришла сделать свой выбор, который я считаю нужным. Я хочу, чтобы у нас поселок возродился, чтобы у нас было больше порядка. Хотя бы, чтобы поселок стал на тот уровень, каким он был при существовании НГДУ. И я надеюсь, что так и будет при новом главе. В этот день на избирательных участках было празднично. Ансамбли исполняли народные песни, поднимая настроение у избирателей. Люди шли активно, веря, что только сильной властью можно достигнуть успеха. А сильная власть всегда опирается на мнение общества. У нас сегодня в селе праздник. Выбор главы у нас сельского поселения. Ну, явка хорошая. Ну, люди идут хорошо, потому что главу нашу знают, уважают. Мы надеемся на хорошую процеду. Голосование продлилось до 8 вечера. В Черноморском поселении явка составила более 45%. В Михайловском люди были поактивны. Здесь в голосовании приняли участие более 70% жителей. Фамилии лидеров политической борьбы за должности глав двух поселений предварительно огласили 10 сентября в территориальной избирательной комиссии. Согласно предоставленной информации, в Черноморском городском поселении выборы выиграл Денис Левагин, набравший 10% голосов избирателей. Михайловское сельское поселение возглавит Елена Клименченко. За нее проголосовали 1999 человек, что составляет около 93% голосов. Глава Северского района поздравил семью Маестренко с бриллиантовой свадьбой. Они вместе 60 лет. 7 сентября в кругу детей, внуков и правнуков супруги Филипп Филиппович и Нина Дмитриевна праздновали юбилей совместной жизни. Эти два молодых человека душа в душу прожили 60 лет. Вот уже история, более полувека вместе. Прекрасная семья, прекрасные люди. Что сказать? Пожелать только дальнейшей красивой совместной жизни, любви, благополучия. Вы даже сегодня друг на друга смотрите по-другому. Я это заметил. Горю! Я это заметил. У меня сердце еще дрожит. Давайте пожелаем нашим молодоженам счастья, уюта, достатка вашему дому, вашим детям, внукам. Супружеские отношения, которые продержали 60 лет, являются по-настоящему драгоценными и подтверждают то, что счастливые браки существуют. Редко встретишь пары, которые перешагнули более полувековой рубеж совместной жизни. Поздравил юбиляров и коллектив Львовского Дома культуры. Ой, не буду речи няк, ой, не буду речи няк, вот и будешь серденько жартувать, вот и будешь серденько жартувать. Семья Майстренко – достойный пример для современных молодых семей. Для человека нет невозможного. Это доказали участники пятого этапа открытой спартакиады по бадминтону среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходят уже не первый год по инициативе общественной организации «Мир без границ» при поддержке депутата Государственной думы Владимира Сенеговского и Совета молодых депутатов города Новороссийска. Спартакиад объединяет сотни спортсменов, бросивших вызов своим недугам, победившим свой страх и неуверенность. В этом году соревнования по бадминтону прошли в северском районе в поселке Афибском. Сегодня сегодня и вы, ваши родители, организаторы, преподаватели, тренеры организовали это мероприятие. Спасибо вам. Сегодня я хочу всем вам низко подводиться, несмотря на какие трудности, вы люди безграничных возможностей, безграничных возможностей. Спасибо вам, спасибо всем, кто поддерживает вас. Поймите, спорт всегда объединяет людей, разных национальностей, разных людей, потому что это сила, это умение, это труд, это, в конце концов, воспитание человека. Человек, который занимается в спортсмене, стоит по правилам. В Афибском спорткомплексе встретились 69 спортсменов из 11 муниципальных образований Краснодарского края. Несмотря на то, что у всех участников разный уровень владения ракеткой, объединяет их любовь к спорту. Я ездил недавно на Россию, в Ставрополь, в парных состязаниях, получил третье место. Побывал три раза на чемпионате России, первый год занял третье место, последние два года занял второе место. Мне повезло, честно сказать, что в нашем украинском районе, там, где я живу, в село Соколовском, построен из-под комплекс. За счет этого я, как говорится, поднялся. Еще мне повезло, что у меня есть такой напарник, вот, за моей спиной играет, Лисицын Анатолий. Он, как бы, еще является моим тренером, хоть и не колясочник, но очень помогает мне техническое, как говорится, поднятие мастерства. Занимаюсь я два года достижения кандидата мастера спорта, пятое место на России. По итогам спорта киады северские спортсмены одержали победу в пяти из восьми категории. Они награждены кубками и медалями. Участники соревнований своим личным примером доказывают, что вера в себя и собственные возможности способна отменять любые границы. В Доломитовых Альпах прошла эстафетная гонка, которую ее организаторы называют самой экстремальной в мире. Она включает сразу четыре дисциплины – бег, параглайдинг, велоспорт и слалом на каноэ. Все началось в городе Лиенс. Спортсмены со всего мира отправились в непростой забег на высоту более 2400 метров. Затем эстафету передали мастерам парапланерного спорта. Они должны были максимально быстро перелететь до двух заданных точек, а потом бегом со всем снаряжением добраться до очередного члена своей команды. Затем начался подъем по велотрассе и опасный спуск. И последними свою дистанцию преодолевали спортсмены на каноэ. Сначала нужно было спуститься в лодке с 7-метровой высоты, после чего преодолеть опасные пороги. В конце – бег до финиша с каноэ в руках. В этот раз победила команда Колан Топ Спорт Профессионал, которая включает чемпиона по горному бегу из США Джозефа Грея. Подобную эстафету проводят 31 год подряд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok